Здорово, YouTube. Прошло месяц и один день ровно с операцией, типа время выезжать, как-то чувствую себя нормально. И хочу осветить пару моментов, как бы, что делать с байком перед выездом. Такой легкий техосмотр. Наверное, все знакомы с таким чувством, когда едешь или впереди, или сзади, и слышишь кого-то, соседа своего, с движущей цепью, или со скрипами, или велик издает какие-то звуки. Я от таких людей стараюсь как можно дальше держать. То есть непонятно, что он сделает с байком. Велосипед должен ехать, как бы, бесшумно, никаких цепей, кликов, тресков и так далее не должно быть от велосипеда. То есть, если какие-то звуки издает, надо проверить, почистить, смазать. Для начала, цепь. То есть, надо по-любому, как бы, или помыть, смазать, или просто смазать цепь. Это очень важный момент. Поскольку я только поставил новую цепь, надо избавиться от заводской смазки. А то технически кататься можно, но она сильно вязкая, и переключаться фигово будет. Плюс, просто не нравится, она шумит, тоже заводская смазка. То есть, избавляемся с помощью любого дегризера, или, если по средствам, то можно любым моющим средствам для посуды с водой разбавить горячей. А, ну, тот же эффект. И, по-моему, надо, сколько этих, цепи мойки до уровня налить. Эта штука не вредна для окружающей среды технически. По-моему, нормально. Если бы вся была в использовании, там бы эта жидкость была ужасно черная. Сейчас просто такая, чуть-чуть темноватая стала. Типа, заводской смазки сбавились. Чуть-чуть надо сейчас ее почистить. Просушитель зона. В момент еще, когда чистите, типа, с цепи мойкой, то сбросить на самую маленькую зону спереди и сзади, по возможности тоже, чтобы она, к примеру, параллельная, но цепь ровно была, не наискосок. Ну, и вот, видишь, результаты, типа, чистой цепи. И кассета новая я поменял после краша кассеты и цепи. То есть, там грязи никакой нет. А если вообще надо почистить, то обычно или щеткой тоже там набрызгал какую-то жидкость или моющего. И вот тут в сторону вот так. Почистил, промотал, почистил, промотал. И потом просто справим побрызгать, оно не спнувается. Вообще, желательно ее смазывать, как бы, чистить, смазывать за вечер. То есть, вечером, а утром я ехать кататься. Типа, они даже пишут на смазках, из-за того, что она, типа, нормально, как бы, растечется по всем звеньям цепи и так далее. Но если сильно напряжно, я вчера просто поздно работал, времени не было. А сегодня, типа, утром. Просто надо подождать, когда помыл, ну, 15-20, подождать, пока она просохнет. Потом уже смазать смело. Второй момент, это колеса, накосять колеса. То есть, если я себе новичок, то разницу между 5 и 7 атмосферами сильно не заметишь на, как бы, ощупь. И в это очень пригодится, как бы, насос с манометром. И качаем то, что написано на колесах, примерно. То есть, там, ну, они все атмосферу 8 выдерживают. То есть, 7-7,5 смело можно качать. Чем, как бы, правильнее атмосфера, то есть, 7,5, больше 7, тем шансов, а разно меньше шансов проколоться на дороге. И вообще качать, то есть, проверять давление желательно перед каждым райдом. Особенно, если там дня 3-4 между райдами, то, как бы, оно каких-то полатмосферно атмосферу спустит. Точно. Штука очень. Полезная. Особенно, если катаешься много. Ну, все. Теперь подожидай, пока подсохнет цепь и можно будет смазать. Ну, вот, цепь вроде сухая. Прошло минут 15-20. Теперь можно смазать. Все смазать надо, типа, наличие сначала с перебором, нормально. А потом вытереть лишнее. То есть, оно практически капать должно с цепи. Примерно нормально. И лишнее вытереть. Ну, а теперь, после того, как почистились, мазали цепь, нужно, как бы, провести окончательные подстройки. Переключал их, в смысле. Ну, мне просто надо было делать. Я думаю, что на подстройку поменял цепь, кассету, плюс после краша, то и сам все, наверное, позвивалось чуть-чуть. Все, аппарата друг к бою. Пару моментов, как бы, о том, что с собой возить на велосипеде, с технической, по технической части. Как бы, начать с сумки надо, с подсиделки. Весь, короче, как бы, хлам, то, что нужно ремонтировать велосипед, мы кинем сюда. Чем меньше сумка, тем лучше. Не ездите с этими, с парусами. Некоторые ездят с сумками огромными, просто они как парус. Я не знаю, что люди в них возят, там, бутерброды, наверное. Я толком не знаю. Вот это вот, наверное, даже великовато чуть-чуть. Как бы, сейчас расскажу, что внутри. А, это уже старая сумка. Что-то уже позабивалось. Итак, внутри у нас начать надо с лопаток, которые разбортились в кольцо, забортировать. Обычно три достаточно. Некоторые уже четыре, три достаточно. Второе, это у нас чем накачать. То есть, тут в Калифорнии сильно не пробиваешься. 16 грамм CO2 картридж и штука, как бы, переходник. Если нету возможности, и плюс, да, в Украине, в России, наверное, на таких не накатаешься. То есть, тогда заменяем, заменяем вот эти дела насосом. И насос возьмем в заднем кармане. По-моему, в среднем нормально сидит. И еще, из собственного опыта, чем дешевле насос, чем лучше он качает. Не знаю, что одно. Имеется в виду, из маленьких. И, как бы, есть два производителя. Это Китай. И глубокий Китай. Хочу, это глубокий Китай. Тут вообще никаких распознавательных знаков. Качает отлично. Ну, б-3 уже, наверное. Я его, правда, не использую. Я на эти штуки перешел. То есть, разбираемся куда-то дальше. Наша камера. Запасная камера. Важный момент, это чтобы, как бы, длина золотника этого была, как бы, совпадала с колесом. То есть, если ты катаешься на глубоком профайле колесах, тогда вози с собой соответственные, как бы, камеры. Иначе, если там короткий и пробился, то только только камера. Мало бы. Разве что, если есть, у меня уже переходника нету. Ну, то есть, вот это, как бы, идеальная сумка. И оно все прекрасно покоится. Никогда с собой, как бы, холодно забывая, что нужно что-то делать. В смысле, поковаться по технической части, оно все уже тут. И просто поцеду закинул. И вот этот ключик, как бы, шестигранник с собой возим в кармане. Чем меньше, тем лучше. И реально нужно, как бы, два ключа. Вот этих. Вот этих два шестигранника. Это какой у нас? Я даже не знаю. Ну, в общем, самые такие часто используемые, что можно было поменять подсиделку, высоту или еще чего-то. И вот это, в принципе, по технической части все. Больше ничего. Мне надо в карман ходить. То есть, люди с собой возят. Я не знаю, что они с собой возят, но я не ката. Сколько катаюсь, вот это всего бы хватило, чтобы сделать все по дороге, починить. Если что-то не чиниться с помощью вот этих делов, то шансы, что то, что возишь в карман, оно не поможет. В красе, что возим в карманах? Телефон, обычно в среднем кармане, поскольку во время езды ты им не пользуешься, на любой остановке его нормально вытащишься в среднем кармана. Насос, в том же в среднем кармане, если нужен насос. Ключ, обычно я в левом кармане вложу шестигранник. И в правом кармане, то есть, открытая, отключенная, открытая пачка ваших сахарных таблеток или любых этих, то, что на ходу жевать. Открыл, в правый карман, резервная одна, в левый карман, на всякий случай, если долго буш кататься. И, важный момент, берем с собой немного кэша, кредитку и права. Ну или любой, как бы, удостоверяющий личностный документ, где на нем есть ваше имя, кэбэ адрес. Это все можно аккуратненько так замотать. И это все в средний карман тоже, возле телефона. И оно как-то приятно подложится, и шансы того, что оно вылетит, это очень маленькие. Больше в кармана ходить, не знаю, разве что банан можно кинуть, если там чувствуешь, что проголодаешься скоро. Все. Это больше я не знаю, что можно положить. Как они называются, точно не знаю, типа крема для, назову, крем для задницы, что ли. Essos этот делает. Сделан, короче, в Швейцарии. Очень рекомендую. Я другие не пробовал, это дороговато, но насколько хороший, что менять его не хочу. То есть, выглядит он как вот такой крем. И носим реально буквально вот этого достаточно на, то есть, промежуточную часть на кожу, которая касается седлом. Нормально растерли, одели свои бейбшорты и все. И как бы не будет после райда никаких натираний, и на следующее утро будет как будто ты не ездил вчера. то есть, насколько оно хорошо себя чувствует. Разница огромная. Рекомендую. Спасибо, что смотрели. Если вопросы, что-то коменты пишите, а я поехал кататься первый раз за сколько, 4-5 дней, почти. Всего, удачи!